Добрый день! У меня в руках и вот здесь на журнальном столике в нашем студийном павильоне книги новой трилогии, созданной известным российским писателем, нашим земляком Олегом Этлуховым. Называется эта трилогия «Лунный свет». Очень красивое издание. И сегодня автор этого исторического романа, писатель-философ, писатель-историк, литератор, публицист Олег Этлухов, гость нашей студии. Олег Этлухович, очень приятно видеть вас сегодня в нашем студийном павильоне и очень много поводов для того, чтобы состоялась сегодня наша с вами телевизионная встреча. Прежде всего я хочу поздравить вас с днем рождения, юбилейным днем рождения. Вам сегодня исполнилось 70 лет. Замечательный возраст для творческого человека. Я считаю, что вы подготовили к этому дню в какой-то сфере уникальный творческий проект, каким я считаю ваш роман-трилогию «Лунный свет». О новом издании мы с вами обязательно поговорим. Но прежде мне хотелось бы, наверное, от имени читателей и наших зрителей задать вам такой вопрос. В свое время вы закончили факультет самолетостроения Тбилисского политехнического института. Вы доктор экономических наук. Вы профессор, академик Российской академии транспорта, руководитель автотранспортной ассоциации Карачаева-Черкесии. То есть человек производства, человек науки. И вдруг литературная стезя. Что привело вас к литературному творчеству? Я начал писать рано, но, наверное, я думаю, что многие говорят, почему ты так сделал, а я считаю, что правильно. У меня первых три романа, которые вышли еще давно-давно, в конце 80-х годов, 90-е годы. Я их просто не стал, когда они не получили в моем понимании должной оценки литературных критиков, той, которую я ждал, я не стал их печатать. Тогда я попрошу вас, чтобы вы нашим зрителям напомнили бы этапы вашего творческого пути, особенно связанные с последними романами, которые прошли при очень активном участии читательской аудитории, которые действительно получили очень известную оценку. Ну, я в моем понимании, первый роман, который можно было вынести на суть читателя, это был роман «Зов крови». Потом вышел роман «Следы на песке». Кстати, литературные критики, в общем-то, считают, что это более сложный роман, чем все остальные. Потом вышел роман «Звезды над Каиром», исторический роман. Потом вышел роман «Притяжение». Потом вот вышла трилогия, роман-трилогия «Лунный свет». Ну, вот, что касается вашего романа «Звезды над Каиром», вот здесь у меня, в моем конспекте, есть выписанные отзывы ведущих литературных критиков России, которые в свое время дали высокую оценку этому произведению в частности. Вот один из руководителей Союза писателей России Николай Переяслов, он в своей рецензии писал следующее. «Звезды над Каиром» можно отнести к произведениям, которые отображают судьбу всего народа, его тысячелетнюю глубокую культуру, а главное – великий его дух и самобытный характер. Такие книги, утверждает критик, стоят в одном ряду с романами «Война и мир» Льва Толстого, «Тихий дом» Михаила Шолохова, «Хождение по мокам» Алексея Толстого, «Живые и мертвые» Константина Симонова. Это очень высокая оценка ведущего литературоведа России. И я считаю, что именно отличительной чертой того же Переяслова считается, что он очень объективен. Вот мне бы хотелось задать вам тут такой вопрос. В свое время недавно в литературных кругах появилась информация о том, что вашим романом «Звезды над Каиром» заинтересовались кинематографисты России. Как продвигается этот проект? Интерес у кинематографистов России не пропал. Но, к сожалению, в связи со всеми событиями, которые привели к дефициту денежных средств в России, пропали деньги. И вот они звонят, я с ними созваниваюсь, они все ждут, когда появятся источники финансирования для того, чтобы начать работу. – Хочется верить, конечно, что обязательно экранизация этого романа состоится. Ну а теперь давайте поговорим о вашем новом романе «Лунный свет» трилогия. О чем это произведение? Как вы сами расцениваете его название? Есть ли за этим какая-то авторская тайна? Мне кажется, вот вся суть романа заключена как раз в названии. Вот когда мы смотрим на Луну, многие, просто никогда не задаемся вопросом о том, что Луна вообще не светит. Она отражает свет Солнца, который ушел за горизонт. Вот современная Россия, к сожалению, пока как раз та Луна, которая отражает свет Солнца Советского Союза, который ушел за горизонт. Но есть законы бытия, которые однозначны, и все знают, что Солнце снова восходит. Есть объективные законы. Ну и я считаю, что рано или поздно мы снова соберем под крылом России все, что раньше называлось Советским Союзом. Это объективные законы. Все в жизни нашей повторяется, закон спирали. И тогда снова будет, только неизвестно под каким названием, то, что мы называли своей родиной, и вы, и я гордились этой родиной. Я думаю, что рано или поздно Солнце снова зайдет, и мы будем снова жить в великой стране. Героями вашего произведения, вот этой исторической трилогии, стали люди достаточно известные и в Карачаево-Черкесии, и в Абхазии. Люди, которые оказали большое влияние на развитие этих регионов. Люди, которых очень хорошо знают и до сих пор помнят. Вы трактуете Лунный свет как художественное произведение. Но все-таки, каков жанр вашего повествования? Это художественный роман, но только есть такое направление в художественном повествовании, когда, вот положим, Лев Толстой очень часто пользовался этим. Война и мир, если вы помните хорошо, мы в школе это все читали, да и каждый человек помнит Война и мир. Там есть и Александр Первый, и Кутузов, и Багратион, и Наполеон, и Даву, и Мюрат, и все такие исторические личности. В этом смысле, в общем-то, мне хотелось точно так же использовать исторические личности как полотно, как фон. Фон, на котором можно будет показать дух того времени, чем жил советский народ, что мы делали. Вот насколько мне это удалось, я не знаю. Удача, знаете, вы сами лучше меня знаете, удача такая капризная девица. Она может и улыбнуться, может не в самый неподходящий момент отвернуться. Но мне хотелось бы верить, что мне удалось передать дух времени. Олег Адельгиревич, я хочу процитировать мнение тех, кто уже прочел вашу трилогию и написал о ней отзывы. Я думаю, что нашим зрителям это тоже будет интересно. Ну вот, например, доктор экономических наук, профессор сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Юрий Агирбов, он написал так. «Память сильнее времени, уходят годы, уходят люди, а память о них остается надолго. Целостная картина сурового времени правдива и многогранна нарисована автором». Мнение доктора технических наук, профессора, члена Союза писателей России Хезера Тахтамышева. Вот особенная, мне кажется, очень точная его оценка. Он пишет, «Бесспорная удача автора в том, что ему удалось уловить и запечатлеть лицо давно ушедшей эпохи, ее дух, ее дыхание. Необходимо отметить, что роман «Лунный свет» наполнен особым философским содержанием. Он заставляет задуматься читателей о смысле жизни, о месте человека на этой земле. Особой отличительной чертой романа является то, что в нем нет традиционного главного героя. «Главный герой романа – время. В романе нет традиционной сюжетной линии. Сюжет романа – эпоха». По-моему, очень точно. Вот я тоже ваш такой внимательный читатель, и я полностью разделяю именно такой отзыв о вашем произведении. Скажите, а какой период нашей истории нашел отражение в вашем романе? Конец 60-х, 70-е, 80-е годы – это было время, когда мы создавали заводы, фабрики, экономическую мощь нашего государства, создавали великую державу. Вот это время, время великих перемен, мне хотелось запечатлеть, потому что часто я для себя задаю вопрос. Сейчас вот такое время, когда человек начинает думать, насколько это правильно и неправильно. Вот, положим, мы поменяли сейчас понятие счастья, которое было у советских людей, на достаток. А что лучше – достаток или счастье? Мы поменяли такие термины, как, положим, дружба, которая нас учили, на партнерство. Сейчас уже слово «дружба» не имеет такого содержания, как раньше. Мы поменяли любовь на секс. А ведь любовь – это было здорово, а это совершенно другое. Мы поменяли понятие честь, долг, совесть на самое обыкновенное понятие выгода. В первой книге вашей трилогии «Радуга над черкесском» вы пишете о людях, которые руководили Карачаевой Черкесией. Это абсолютно, можно сказать, исторические личности. И насколько я могу судить, вы знаете эту тему изнутри. Я еще помню, что вы тоже работали в областном комитете партии, в отделе промышленности. И я, как корреспондент Пятигорской студии телевидения, бывала в вашем отделе. И помню, какую исчерпывающую информацию обо всем новаторском, интересном и значимом я получала именно в вашем отделе. И это убеждало меня в том, что в партийных органах работали компетентные, очень ответственные, очень интересные, очень наполненные личности, скажем так. И вот на странице вашего романа эти личности тоже пришли с их мыслями, с их поступками, с их действиями. И вот хотелось бы мне спросить вас, кто именно стал героем вашей трилогии. Назовите их имена и скажите, в чем ценность этих людей. Ну, мне хотелось в первую очередь показать людей, которые делали новую Карачаево-Черкесию, которые строили, которые обустраивали Карачаево-Черкесию. Это Николай Михайлович Лыжин, Николай Львович Сухобоченко, Умар Ильич Тимиров, Владимир Исламович Хубеев, Игорь Владимирович Иванов. И, как ни странно, может показаться отец Василий, который был духовным, хотя многие говорят, что партия не дружила с Богом, но я почему-то думаю, что в принципе все-таки дружила. Эти люди были лицом эпохи, а вот на их фоне все остальное разворачивалось. Я знал всех их. С Лыжиным меня столкнули такие обстоятельства, как вам сказать, ну это вот как раз то, о чем говорит, что это какие были люди. Я поступал в институт, а были тогда брони. Я как медалист сдавал только три экзамена, первый получил пять, второй пять, потом посмотрел в списках тех, кто последнее сочинение писали, меня в двоечниках нет, значит, как минимум я набрал 13 процентов. Как минимум 13 баллов. И меня нет в списках поступивших. А те, которые получили 11-12 баллов, прошли. Ну, знаете как, молодой юношеский энтузиазм, я пришел в обком партии, обком партии как раз находился вот в этом здании, где мы сейчас находимся, сейчас студия телевидения, тогда находился обком партии. И вот я начал, ну что мне там, 16 лет. Меня милиционер не пускает, я там доказываю ему, кто я такой, что я такой, что я ищу правду и так далее. И вдруг, я не знал его, по лестнице спускается лыжин, а я рвусь к лыжину. И милиционеру доказываю, что я должен попасть к лыжину, что это вопрос жизни и смерти. Николай Михайлович, ну я его не знал, просто знал, что есть такой лыжин. Стоял, смотрел на меня и говорит, молодой человек, что вы хотели? Ну я ему рассказал с таким юношеским энтузиазмом, что меня обидели вот так, вот так, вот так, вот так. Он ни слова не говоря, говорит, пойдемте. И когда я увидел, как милиционер отдал ему честь, я понял, что я попал куда-то в хорошую ситуацию. Он меня завел к себе в кабинет, дал команду заведующему отдела обкома партии немедленно выехать вместе со мной. Я мальчишка, никто для него. Но это же было вот так, партия относилась к тому, чем жил народ. Я приехал туда, оказалось, что у меня 15 баллов. Меня, кажется, просто забыли, где-то не увидели. Слушаю вас и думаю, что у вас еще материалов не на одну книгу, что касается личности, известной в Карачаево-Черкесии. Но если говорить уже непосредственно о повествовании, мне показалось, что с большим уважением вы писали о Цахилове. И там есть такая сюжетная линия о том, что женщина, которая обладала даром предвидения, как-то высказала такое мнение, что когда уйдет Цахилов из жизни, и то дело, которому он отдал так много сил, так много энергии, так много любви, уйдет вместе с ним, от него не останется и следа. Я хотела вас спросить, это действительно так было, такое предсказание, или это просто литературная метафора? Во-первых, вы знаете, Цахилов это не просто Цахилов, это лицо эпохи, создатель, человек, который создал, весь Советский Союз создал. И он был одним из тех, кто был впереди тех создателей. Во-вторых, на самом деле такое было, это рассказывали, удивлялись. Была такая Алина, я сохранил ее имя даже, она вот это все предсказала, и тогда ее подняли на смех, наверное, хотя потом она попала в органы КГБ, в информационную службу, потому что увидели, что у нее на самом деле есть какой-то дар. Героями вашего повествования стал герой социалистического труда Абабикир Дамденович Аргунов, врач Алексей Хуранов, депутаты Верховного Совета СССР Рауф и Мухарби Малхозова. Это тоже очень известные люди, и почему вы отдали им предпочтение в вашем писательском сердце? Вы знаете, вот такой пласт, который можно было затронуть, поднять, был громадный. Мне нужно было выбрать наиболее характерных людей, которые создавали, вот они были люди-созидатели. Вот отличительная черта, положим, того же Абабикир Дадымовича была в том, что он жил для людей, его люди знали. Он был не просто герой социалистического труда, для них это было неважно. Он был олицетворением советской власти, той власти, которая строила для них кинотеатры, больницы, аптеки, магазины, систему связи и так далее. Вот это олицетворение на той эпохе. Вот я поэтому и остановился на них. Замечательные люди, правда, богата наша Земля вот такими удивительными, уникальными личностями. Вот такой к этому выводу приходишь, когда читаешь. Ну вот я хочу обратиться к героям вашего романа, которые, я так сказала, из другого поколения. Молодые герои вашего повествования, вашей замечательной книги «Лунный свет». Ну, я имею в виду Мурата, Мурадина, Легию, Лиду, молодого летчика Ивана. Скажите, у этих персонажей тоже есть прототипы в жизни? На каких впечатлениях вы строили эти образы? Легия, ну, имя ее изменено, была. Иван был. Это реальные события из моей молодости, а вернее даже из юношеских лет, когда я видел все это. Ну, остальные это художественное обобщение, художественные образы, которые должны дополнить были линию сюжетную. Я был школьником еще, мы учились в девятой школе, и прошли события на Кубе. И в нашей школе, ну, так громко сказано, мы создали тайное общество. Сколько? Ну, были четвертый, пятый класс, дети. Ну, у нас дух был, нас так воспитали. Это не потому, что мы были какие-то особенные. Нет, это просто был дух того времени. Мы все собрались идти воевать за Фиделя Кастро. Деньги собирали потихонечку. Если мне не ошибается, память не изменяет, мы собрали или 54, или 57 рублей на то, чтобы доехать до Одессы, но дальше не смогли. Потом нас, я помню, пригласили в кабинет директора, и там сидел какой-то в нашем понятии очень строгий дядя в штатском. И вот нас начали, в общем, мы поняли, что мы попались, что нас разоблачили. И удивительная вещь, никто нас не ругал. Нас просто, ну, нам объясняли, что нам еще мало лет, что нам еще рано. Но дело не в этом, самое главное, это был дух времени защищать то, что дорого нам. Если говорить о второй и третьей книге вашей трилогии, там начинается, разрабатывается очень мощная и достаточно сложная тема. Я имею в виду, что ваша трилогия, она содержит огромный массив исторического материала, огромный тематический диапазон. Это история абазинского и абхазского народов. Это проблемы, связанные с их сохранением культуры, языка. Почему вы считаете, что это актуально? И актуально ли в наше время? Я так думаю, что в романе история абазинского и абхазского народа представлена как часть истории всего советского народа. Она не являлась чем-то исключительным. Это была сюжетная линия, вернее, время было такое, и все народы жили так. Не только абазины и абхазы, так жили и русские, и карачаевцы, и черкесы. Все те народы, которые находились в зоне этого романа. То есть это не просто история одного народа, это история целой страны. Я представитель малочисленного народа абазин. Я прекрасно понимаю, что в свое время мы не имели ни письменности, ничего другого, ни своей особой культуры. Имели только наследие, которое мы должны были. И культуру мы имели, но она была не сформулирована в научном плане. Вот советская власть дала нам письменность, дала нам газеты, дала нам телевидение, дала нам радио, дала возможность издавать наших авторов. Мы имели плеяду великолепных писателей. Вот абазины только, я говорю, и другие народы, конечно, могут назвать своих прекрасных представителей, которых воспитала советская система. Это мы называем золотая эпоха абазинской литературы, когда были Керим Махце, Бемерзат Хайцухов, Лагучев, многие другие. И они, кстати, появляются в вашем романе, о которых вы говорите. То есть надо отдать должное, что наша задача сейчас сохранить то, что нам дало свое время, дал Советский Союз. Хотя я разделяю мнение о том, что нет вашей трилогии, допустим, единого героя, но их какой-то коллективный портрет эпохи действительно. И вот в этом плане я с интересом прочитала те страницы, которые вы посвятили писателю Шолохову. Вы не раз бывали на Дону, бывали в шолоховских местах и много знаете об этой личности. И цитируете его мнение, например, о культе личности. И очень точная, потрясающая точность. Только мы всего читали на эту тему, но так, как Шолохов сказал, не сказал никто. Очень интересный момент. Расскажите о ваших впечатлениях, которые вошли в роман. Я достойен был такой чести, может быть, не по заслугам, но все равно удостоен такой чести. Я посадил дерево в честь Михаила Александровича Шолохова. А Шолохов для меня это не просто великий писатель. Вот великие писатели, положим, Чехов, Горький, Тургенев, я беру к примеру. А Шолохов это не великий, он величайший. Это редкое явление, потому что из тех писателей, которые получили Нобелевскую премию наших земляков, трое из них получили только потому, что они имели политическую направленность определенную. А Шолохов он получил чисто за свой талант. И уникальный случай. Многие даже не знают, что Шолохов, получая премию, его Советский Союз не выставлял на премию, на Нобелевскую. Не выставляли и западные страны, потому что Советский Союз считал его немножечко белым за Тихий Дон, но и не хотели его. А западные страны считали его немножечко красным за то, что он написал поднятую целину, они сражались за Родину и так далее. И вот его выставили ассоциацией иностранных писателей. Не Советский Союз. И Советский Союз был против, и Запад был против, но его талант был настолько громаден, что не смогла Нобелевская комиссия пройти мимо него, и ему присудили Нобелевскую премию. Я обратила внимание, что острые политические моменты, которые нашли отражение в вашем повествовании, вы не решаете прямым авторским текстом. Как правило, идет все время дискуссия между вашими героями. Они высказывают свое мнение, они определяют свои позиции. Ну вот в частности такое вот событие, как развал Советского Союза. Уже, скажите, ощущалось ли тогда, когда это произошло, насколько это драматичное событие? Или понимание всего этого приходит только теперь? Ваше мнение. А вспомните, какой шквал, шквал пропагандистской машины обрушился на советских граждан того времени. Им внушили, что их ждет манна небесная, что Советский Союз – это зло. Но большинство людей поверило этому. И потом только уже вдруг они очнулись, многие, и вдруг поняли, что они сделали, но было уже поздно. События военного противостояния Грузии и Абхазии подробнейшим образом описаны вами в третьей книге вашей трилогии «Ушедшие за облака». Вот скажите, как вам удалось добиться такой подробности? Ведь такое ощущение, что ни одно из каких-то движений, событий не ушло от вашего писательского внимания. Кто из лидеров абхазского народа, кого из лидеров абхазского народа вы сочли необходимым, так сказать, ввести в ваше повествование? В свое время мне посчастливилось знать их лично всех. Вот все, кто там написан – Ардзенбаг, Багабш, Азган, Ашуба, Тарас Миронович, Шамба и так далее – это все реальные люди. Я был непосредственным участником всех тех событий, которые происходили тогда в Абхазии. И исходя из этого, мне удалось как-то собрать материал. Письменный материал, когда они все… У меня вот лежат большие-большие, так назовем, тома, воспоминания этих людей, которые каждый по-своему оценивал те события. И вот то из них, которое, на мой взгляд, казалось наиболее правдивым, отражало в большей степени реальность тех событий, я и постарался включить в роман. Ну вот огромное значение на Кавказе имеет такая тема, как межнациональное согласие, межнациональное сотрудничество, вообще межнациональные отношения. Как эта тема решена в вашем произведении? Я считаю, что каждый человек должен уважать своего соседа, понимать, что только доброе отношение к его менталитету, истории может способствовать тому, чтобы был мир на земле. Я считаю, что если ты хочешь, чтобы твой народ уважали, вот я часто вспоминаю таких людей, как Хуранов, Молхозов, ради уважения к ним сотни людей, которые знали их, начинали уважать Абазин. Они говорили, было им просто неудобно. И они гораздо больше сделали для своего народа, чем те, которые били себя в груди, кричали «Я Абазин!» И что от этого? Лучше создай такую ситуацию, когда твой народ будет уважать хотя бы на толику ради того, что ты есть. Будет, наверное, правильно, если в этом вашем ответе вы несколько минут уделите человеку, который очень хорошо знали. Я имею в виду ученого Невскую Валентину Павловну. Ну, о Невской я спросила вас не случайно, вы знали ее лично, и даже ваша семья была ее соседом. Валентина Павловна была редким ученым. Она заложила основы будущей науки о карачаевском народе, об его истории, о его долгом, трудном пути. И многие, я с ней беседовал много раз, потому что мы были, жили в одной. Вот у них была 29-я квартира, я жил в 30-й квартире. Наша семья, я-то кто был тогда, маленький был. Ну, когда я уже встал на ноги, я много раз с ней беседовал. Она рассказывала многое из того, что неизвестно рядовому читателю. Сколько действительно драматических, сложных событий вместили эти десятилетия, о которых вы писали. Действительно, как много было сложностей, как много было проблем. Поэтому все-таки текла нормальная такая человеческая жизнь с ее событиями, с ее радостями, с ее надеждами. Есть еще одна грань вашего повествования. Я бы так сказала, это замечательная, великолепная природа Карачаева, Черкесии и Абхазии. Мне даже хотелось бы процитировать, как вы пишете, например, какая-то деталь, как вы пишете о том крае, в котором родились, живете, который любите. Процитирую. Над городом висела чудесная громадная радуга. Один конец ее сказочного коромысла упирался на Пятикорскую гору, другой уходил далеко на Зеленый остров. Вслед за Муратом подняли голову Петр и Мурадин. Они также начали восхищенно смотреть на прекрасное видение, украсившее небо над Черкесском. Назовите любимые уголки природы Карачаева, Черкесии и Абхазии, которые вы любите. Я люблю все. И в Карачаево, Черкесии, и в Абхазии. Ну, не знаю, может, это правильно, может, нет. Я не говорю, как я думаю, это правильно, но я считаю, что наш край, Карачаево, Черкесия и Абхазия, это уголки сказки. Мы просто привыкли настолько, что мы просто не видим ту красоту, которая окружает нас. Мне кажется, нашим зрителям будет интересно также услышать буквально ваше пояснение по поводу двора, в котором происходило действие, связанное с молодыми героями вашего повествования. Это где? Это улица? Улица Первомайская. Это пересечение Первомайской и Ленина. Раньше эти два дома назывались большие дома. Это Первомайская 20, Первомайская 22. Трехэтажные дома, и там были как раз вот это взято за основу, прообразом того двора, который есть там. Мы не будем, конечно, пересказывать нашим зрителям всю тему романа. Он очень обширный, я думаю, что наши зрители это поняли. Но каким-то чудесным образом, вот таким множеством этих тем вам удалось объединить вашим писательским мастерством, и композиционно роман выстроен достаточно стройно. Ну, я думаю, что оставим радость открытия нашим читателям, которые найдут возможность, найдут время прочитать ваш большой роман. Да, это очень большое произведение, насчитывающее более 1800 страниц в трех книгах. Но мне бы хотелось, я обещала это еще и в начале нашей беседы, процитировать отзывы тех, кто уже прочел роман, и еще необходимо к вам обратиться с такими небольшими рецензиями, иногда очень развернутыми рецензиями. Во всяком случае, отозваться и сказать, какое впечатление на них произвел ваш большой писательский труд. Владимир Шульгин – это один из ведущих литературных критиков России. Он таким образом написал в своем отзыве. Первое впечатление хорошее, даже очень хорошее. Роман написан на высоком профессиональном уровне. Отзыв Екатерины Скворцовой, редактора издательства «Альтаир Ростов-на-Дону», это издательство, которое выпустило книгу Эдлухова. Она писала, проводила редактуру книги «Лунный свет», прекрасная книга, написанная прекрасным русским языком. Поздравляю, вы создали великолепный роман. Уверена, что он займет свое достойное место в ряду лучших произведений литературы России. И вновь мнение литературного критика Николая Переяслова. Тоже ведущий критик России, один из руководителей Союза писателей Российской Федерации. Он пишет, «Олег, я рад за твой огромный труд. Так глубоко и правдиво не говорит о положении дел в стране ни один из писателей». Поздравляю. Еще одно мнение. Вот как отозвался на ваше произведение доктор юридических наук, профессор, академик Тарас Миронович Шамба, с которым несколько дней назад простилась общественность Абхазии, Карачаева, Черкесии, Кавказа. Он написал вам так. «Без отрыва за полтора дня прочел три тома. Давно он не получал такого удовольствия от прочитанного. Просто супер». И мнение сопредседателя Ассоциации народов Кавказа Беслана Кабахия. Он так отозвался о романе «Лунный свет». «Мы в восторге от романа. Читаем вместе с сыном. Узнали много нового. Гениально. Спасибо». Олег Адельгиревич, я поздравляю вас с юбилеем. Но хочу тут же еще задать на окончании нашей беседы вам вопрос. Над чем вы сейчас работаете? У меня есть в планах написать роман «Красная поляна» о тех трагических событиях, которые произошли в середине XIX века, самый конец Кавказской войны, когда начинали создаваться те предпосылки, которые привели к формированию новой ситуации на Кавказе. Если у меня хватит сил, я хочу писать эти события. Не только от себя лично, но и от редакции я желаю вам здоровья. Прежде всего, новых романов, внимательных читателей. И уверена, что ваш писательский труд подарит вам еще очень много замечательных часов, дней, лет вдохновения. От всей души. Спасибо большое. Самого доброго. С нашими зрителями мы прощаемся. Всего вам доброго. Книги не сдают своих позиций. Будем читать. Субтитры создавал DimaTorzok